Итак, в этом видео я несколько слов хотел бы сказать о гомеопатии, вообще откуда она взялась. Все думают, что это изобретение Ганнемана, и это же относительно недавнее изобретение. И надо сказать, что на самом деле Ганнеман занимался переводами санскрита аюрведических книг. И когда он занимался этими переводами, в одном из разделов он нашел информацию о маленьких дозах фитопрепаратов. То есть на самом деле гомеопатия не возникла вдруг из ниоткуда, сама по себе, а она уже была в аюрведе, аюрведической медицине на самом деле. То есть он переработал, он использовал эти данные из аюрведы и получилась гомеопатия. Второй фактор о самой аюрведе. Все думают, что это какая-то сложившаяся система, древние книги по медицине, которые существовали тысячелетиями. Но на самом деле аюрведические школы в Индии прервали свою традицию передачи вот этих знаний от учителя к ученику. Школа аюрведическая была прервана из-за внедрения англичан. Потому что на самом деле англичане, когда они колонизировали Индию, они занимались тем, что они уничтожали эту аюрведическую школу. И таким образом получалось, что вот эта преемственность аюрведы от учителя к ученику, она была нарушена. Поэтому вот эти все знания аюрведы, они несовершенны. Потому что откуда их брать, если прервалось поколение, если нету звена соединяющего. Поэтому тоже вопрос такой достаточно спорный об аюрведе, насколько она в России вообще есть, да, аюрведические клиники и так далее. Кто там обучает, да, потому что на самом деле вот этот урон был нанесен аюрведе в связи с такими историческими событиями. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать о гомеопатии нового и о аюрведе.